Российский офис Лорини Джон Джилейк Минастерис представляет вам аудио-версии проповедей пастора Кари Блейка. Рождение пророческого обетования. Часть 2. Итак, мы продолжаем вникать в тему пророчеств и основное местописание для нас. Первое послание Тимофею, 1 глава, 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Если бы вы читали греческий оригинал текста, то вы бы прочитали следующее. Это приказание предлагаю тебе, дитя Тимофей, поведущим вперед к тебя пророчествам, чтобы ты воевал в них хорошей войной. Многие находятся в похожей ситуации. О них были сказаны пророчества, но они не исполнились. Пророчество находится в спящей стадии, а выглядит, как будто бы пророчество не исполнилось. Человек думает, что если оно не сбылось, значит оно было изначально неверным. Или же не было словом от Бога. Но я прошу вас не забывать о том, что если Бог говорит, что события должны произойти немедленно, это значит, они произойдут в промежутке от 3 до 5 лет. Божье время отличается от нашего. В Писании мы читаем, что о втором пришествии Иисуса говорится, как о чем-то готовом произойти очень скоро, в любую минуту. А это было сказано 2000 лет назад. Так что скоро – это около 2000 лет. Когда Бог говорит, что какое-то событие произойдет, это не значит, что оно случится завтра. Это значит, что у Бога есть определенный план в отношении тебя. Некоторые составляют себе план на год, на 5 лет, а некоторые на 20 лет. Бог не конкретизирует время, когда что-то произойдет. Во многих случаях то, что должно произойти, зависит от самого человека. Бог обещал своему народу землю обитованную. Но из-за ропота в народе им пришлось странствовать по пустыне еще 40 лет, пока целое поколение не умерло. Народ Божий должен был быть в земле обитованной на 40 лет раньше, чем это произошло. В конечном итоге Божий план был выполнен, но заняло это на 40 лет больше, чем того желал Бог. Так что помните, что мы имеем прямое отношение к тому, исполнится ли пророчество и как скоро оно исполнится. Иисус назван словом. И мы должны помнить, что Бог ориентирован на слово. Он говорит то, что имеет в виду, и имеет в виду то, что говорит. Он не бросает слов на ветер, не говорит пустое. И нас он также предупреждает, чтобы мы следили за своими словами и не говорили праздных, ничего не значащих, непродуктивных слов. Почему? Потому что он ожидает от нас, что то, что мы говорим, будет происходить. В действительности каждое наше слово должно быть пророчеством. И мы должны желать, чтобы это произошло. Если бы люди задумывались об этом, то они бы не говорили так, как они обычно говорят. Потому что они бы не хотели, чтобы происходило то, что они говорят. И следить за своими словами мы должны не только во время молитвы. Мы должны верить, что то, что мы говорим, будет происходить всегда. И если ты не можешь в это верить, то лучше об этом и не говорить. Когда вы говорите что-то типа «Ой, сейчас умру», вы же в это не верите. Или «Меня тошнит при виде этого». Ну не тошнит же вас в самом деле. Вы обманываете. Вы сами в это не верите. Потому что если бы вы в это верили, то при виде этого вас бы затошнило. Все это является преувеличением. А более точно – ложью. Мы должны следить за своими словами, потому что Бог следит за своими словами. Если вы хотите, чтобы Божья сила текла через вас, следите за тем, что вы говорите. Говорите только то, что бы вы хотели увидеть происходящим на самом деле. Измените свою речь. Следите за своими словами. Как Бог будет следить за своими. Вера производит два действия – верит и говорит. Если вы верите, вы будете говорить. И вы будете говорить то, во что вы верите. Мы должны говорить те слова, которые увещевают, поддерживают, ободряют. Мы помним, что Дух Святой живет в нас. И мы не хотим его огорчать. Мы помним определение пророчества, его функции. Говорить в назидание, увещевание и утешение. Поэтому мы должны стремиться, чтобы все наши слова были пророческими. Мы должны говорить хорошие, правильные вещи. Любой человек может говорить о том, что он видит. Все могут говорить о проблеме, потому что здесь все очевидно. Это никому не составит труда. Но требуется гораздо больше веры, чтобы сказать, как эта ситуация разрешится. Как Бог хочет, чтобы она разрешилась. Поэтому речь того, кто говорит с верой, резко отличается от речи окружающих. Когда вы будете говорить с верой, то окружающие, те, которые не имеют веры, будут в недоумении. Они будут говорить, кем вы себя возомнили. В их глазах вы будете высокомерны. Все это не имеет никакого отношения к тому, кто вы. Это имеет отношение к тому, каким вы видите Бога. Вы будете говорить то, с чем будет работать Бог, и с той реальностью, которую Он будет творить. Наша речь должна быть приправлена благодатью, как написано в Писании. Не с осуждением, не с обвинением, не с унижением, а с благодатью. Наша задача состоит в том, чтобы помочь людям стать теми, кем Бог призвал их стать. А не унизить их за то, кем они были раньше. Итак, Дух Святой в вас. У Него есть все знания, все способности и вся сила. Поэтому вы можете делать то, что делал Иисус. Почему мы можем творить дела больше, чем творил Иисус? Потому что мы сейчас сталкиваемся с уже пораженным врагом. У Духа Святого и есть ответ на всякую нужду в любой ситуации. И Он живет в вас. Поэтому у вас есть ответ на всякую нужду, которая только может возникнуть у кого-либо. У вас нет ни в чем недостатка. У вас есть Он, Который и есть все. Мы с вами должны ответить на два вопроса. Первый. В любом ли случае произойдет то, что сказал Бог? И второе. Зависит ли что-то от нас в отношении пророчества, которое было нам дано? Рассмотрим два типа пророчеств. Первый тип пророчеств – суверенное слово. Это когда Бог говорит «Я сделаю то-то и то-то. Это произойдет». Никаких условий, никаких «если» или «но». Бог сделает это, потому что Он Бог и Он суверенен. Все, что Он говорит подобным образом, соответствует чертам Его природы. Святость, благость, справедливость, чистая любовь. Бог не просыпается однажды утром в плохом настроении и не говорит «Я сделаю то-то и то-то». Он всегда благ. В нем нет изменения, ни тени, ни перемены. Он всегда будет поступать в соответствии со своей природой. Итак, если Бог сказал, что это произойдет, то так оно и будет. Никто и ничто не сможет этому помешать. Другой тип пророчеств – это пророчества с условием. Большинство пророчеств отпадают под эту категорию. В таком случае Бог говорит «Если ты сделаешь это, то я сделаю то. Если ты обратишься и покаешься, я спасу тебя. Если ты воззовешь ко мне, я отвечу». Второй паралипоминон, 7 глава, 14 стих. «Если мой народ, который именуется именем моим, будет молиться и взыщет лица моего, и обратиться от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Заметьте, что «Если» зависит от нас, «Если» не зависит от него. Бог не говорит «Если ты сделаешь это, то, может быть, я сделаю то». С Божьей стороны нет вопросов. Все уже решено. Вопрос в тебе. Что будешь делать ты? Для чего Бог дает нам пророчества за несколько лет, задолго, как это произойдет? Во-первых, это Божья воля – дать пророчество заблаговременно, как обычно происходит с несбывшимися пророчествами. Людям дается пророчество, они идут по определенному пути, и Бог говорит, что будет происходить в их жизни дальше. Но человек останавливается и не двигается больше по пути, которым шел, а садится и опускает руки, ожидая, что все произойдет само собой. Пророческое слово являлось для этого человека картой, на которой был обозначен маршрут, и Бог сказал, «Вот куда ты двигаешься». Но многие люди прекращают делать то, чем до этого занимались. В этом случае пророческое слово как бы консервируется и пребывает в спящем состоянии. Человек пошел в другом направлении. Бог может ему проговорить, «Ты не туда пошел, скорректируй свой маршрут». «Если ты произведешь корректировку, то я сделаю вот это». Таким образом, многие пророчества остаются не сбывшимися вовсе, не потому, что Бог чего-то не сделал, и не потому, что это слово было неистинным, но потому, что вы перестали двигаться той дорогой, которой до этого двигались или пошли совсем другим путем. Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Каждому пророчеству об Иисусе надлежало исполниться. Не стоял вопрос, исполнит он эти пророчества или нет. Он на сто процентов должен был исполнить все пророчества. Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стиха. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Понимаете, что Иисусу необходимо было исцелить всех больных, потому что искупление было для всех. Иисус исполнял все пророчества о самом себе. Людям были известны все эти пророчества, потому что они были записаны. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвяжите, приведите ко мне». «И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Здесь Иисус говорит пророческое слово о том, что произойдет. Он дает инструкцию ученикам, что сделать и что сказать. В следующих стихах мы читаем. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 4 стиха. «Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере сионовой, сед царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх них». Иисус целенаправленно делал именно то, что было нужно, чтобы сбилось пророчество. Иисус знал пророчество, что ему надлежит въехать в Иерусалим на ослице, рядом с которой будет молодой осленок. Ученики нашли ослицу с осленком специально для того, чтобы исполнить это пророчество. И так можно совершать целенаправленные действия для исполнения пророчества. «Я не говорю, что вы должны необдуманно носиться, пытаясь исполнить все пророчества». Возьмем пример Авраама. Бог обещал ему множество потомков, но, как мы знаем, Сара была не плодна. Ему пришла в голову, в кавычках, блестящая идея, чтобы Авраам переспал с ее служанкой, и она бы зачала ребенка. Мы знаем, что из этого вышло. Они пытались исполнить пророчества плодским способом. Сейчас мы имеем измаильтян и израильтян, между которыми конфликты не прекращаются и по сей день. Итак, мы должны действовать, чтобы исполнить пророчество, но удостовериться, что мы делаем это не по плоти. Все, что вы будете делать для Бога, вы сможете сделать только с верой. Сами по себе, своими силами, вы не сможете этого сделать. Только Божьей силой вы сможете исполнить то, что Бог сказал вам. Книга Даниила, 9 глава, с 1 стиха. В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Мейдийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царства не его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии Пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Обратите внимание на ключевые слова. Сообразил по книгам. Даниил читал книгу пророка Иеремии. Он посчитал, как раз истекает 70 лет, которые израильский народ будет находиться в плену. Заметьте, что Даниил не услышал от Бога, что время истекло, пора возвращаться назад в свою землю. Но Даниил приложил усердие к изучению Писания. Здесь требуется вера, чтобы прочитать пророчество, понять, что оно относится к тебе и начать жить по этому пророчеству. Я вам приведу пример пророчества, которое применимо к вам. Оно записано в Евангелии от Марка, 16 главе, 17 стиха. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иисус говорит о будущих поколениях учеников. На тот момент никто еще не говорил иными языками. Весь этот отрывок, Марка, 16 глава, с 15 по 18 стих, пророческий. Он относится к будущим событиям. И все это относится к уверовавшим, то есть к вам. Иисус пророчествует здесь о вас. Также в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 12 стихе, записано пророчество Иисуса о вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я к отцу моему иду. Теперь от вас требуется вера, чтобы поверить, что он говорит это именно о вас. Взять это слово и действовать в соответствии с ним. Вам не нужно ждать, пока кто-то вам скажет, о, ты будешь великим целителем. Да, он может послать кого-то к вам, и иногда он так и делает. Но выбор Бога в пользу веры. Бог ожидает, что вы начнете поступать по вере и исполнять пророчества, сказанные о вас 2000 лет назад. Возвращаясь к Даниилу, мы видим, что он прочитал пророчества, изучил, понял, что оно применимо к нему, поверил в это и стал что-то с этим делать. С третьего стиха. Книга Даниила, девятая глава, с третьего стиха. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвой и молением в постей вретящие пепли. Даниил понял, что пришло время израильскому пленению завершиться, и он стал напоминать Богу то слово, которое он же и сказал. Даниил стал поститься и молиться, обращаясь к Богу. Книга Даниила, девятая глава, с четвертого стиха. И молился я Господу Богу моему и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи, Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступили беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. Здесь Даниил вспоминает о тех грехах, которые привели народ к пленению, и говорит Богу, что свою часть народ израильский исполнил. Он отбыл наказание в плену, и теперь очередь Бога круто повернуть эту ситуацию и вывести народ из плена. Книга Даниила, девятая глава, с одиннадцатого стиха. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать глаза твоего. И зато и злилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред тобою. Может показаться, что напоминание Богу о грехах не лучший способ убедить его избавить народ. О каких проклятиях говорит здесь Даниил? О тех, которые записаны в двадцать восьмой главе книги Второзакония. Посмотрим, является ли пленение в чужой стране частью проклятия, которое происходит на то, кто не будет слушать глаза Господа и не будет стараться исполнять все заповеди его. Второзаконие, двадцать восьмая глава, двадцать второй и двадцать пятой стихи. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкую, лихорадкую, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, наколи не погибнешь. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. Вот проклятие, которое прочитал Даниил в законе Моисеевом, что за крех народ будет вынужден жить в чужой стране под чужим игом. Книга Даниила, 9 глава, с 12 стиха. И он исполнил слова свои, которые изрек на нас и судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не было под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас. Ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали глаза Его. Даниил говорит, да, мы все это сделали, это все случилось с нами, все так и есть, но даже несмотря на тяжкое положение, мы не обращались к Богу и не покаялись в своих грехах. Книга Даниила, 9 глава, 17 стих. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моления Его и возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Обратите внимание, что Даниил просит Бога вступиться за народ ради самого себя, а не ради них, чтобы все знали, что Господь верен своему слову. Даниил делает упор на милость Божью, а не на то, какие они сами хорошие. Книга Даниила, 9 глава, 18 стих. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Я не прошу этого на основании собственной благости, но на основании того, какой Ты, Господи. Видите, что даже в Ветхом Завете все опиралось на милость, а не на суд. Книга Даниила, 9 глава, 19 стих. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Обратите внимание, что Даниил говорит несколько раз. Услышь, Господи. Это значит, что Даниил говорит Богу что-то. Книга Даниила, 9 глава, 20 стих. И когда я еще говорил и молился и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. Гавриил прилетел быстро, чтобы научить Даниила разумению, как представлять свое дело пред Богом правильно. Книга Даниила, 9 глава, с 23 стиха. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седьминь определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, изглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Дальше мы читаем пророчество о будущем. В 25 стихе говорится, что Иерусалим будет восстановлен, и что будет происходить после того. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что ангел не явился к Даниилу в начале, а только после того, как тот исследовал пророчество, поверив, что настало время избавления от плена и начал молиться и взывать к Богу. Книга Иезекииля, 37 глава, 1 стих. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это, и сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Дух Святой повел его к этим костям, и провел его вокруг этих костей. Обратите внимание, что Бог повелевает Иезекиилю говорить костям. Почему бы Богу не сделать этому самому? Потому что Бог дал власть людям, чтобы они что-то делали с этой властью. Бог повелевает Иезекиилю пророчествовать, то есть провозгласить волю и мудрость Божью. Бог не сказал, подумай об этом, прими решение, что так будет, но именно скажи. Также Бог называет сухие кости сухими костями, а не чем-то другим. Но Он говорит, обращаясь к сухим костям. Говорить сухим костям выглядит бессмысленным делом, но тем не менее Бог делает это и повелевает это сделать Иезекиилю. Книга Иезекииля, 37 глава, с 5 стиха. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот Я введу дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожу, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движения, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма, весьма великое полчища. Бог двигался поэтапно, разбираясь с этими костями от одной стадии к другой. Все произошло не сразу, но нужно было пророчествовать детально, по мере развития ситуации, пока все не примет тот вид, который был нужен Богу. Книга Езекииля, 37 глава, с 11 стиха. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву, и узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой из гробов ваших. Израильтяне говорили негативные вещи, но Бог проговорил свое слово к ним, чтобы, увидев пророчество исполнившимся, они узнали, что он Господь. Причина, по которой Бог избавил израильский народ от плена, книга Исход, глава 2, стих 21. Событие происходит до выхода народа из Египта. Моисей живет в пустыне со своей семьей. На данный момент он изгнанник, а не великий освободитель. Он не знает о Боге, он пришелец в чужой земле, изгнанный за убийство человека, он прячется и не имеет планов на будущее. Книга Исход, 2, глава, с 21 Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Спустя долгое время умер царь Египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. Обратите внимание, что прошло долгое время, пока Моисей жил в пустыне. Он пас овец, совершенно не думая о том, что испытывает израильский народ. У него нет ни малейшего представления о самом себе, как об освободителе. Книга Исход, 2 глава, с 24 стиха. Услышал Бог стинания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаиком и Яковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Как вы думаете, знал ли Бог об их страданиях до того, как они воззвали к Нему? Они вздыхали под бременем, мучились от тяжкой работы, и когда стали вопиять к Богу, Он сказал, «Наконец-то они обратились ко Мне за помощью». Они плакали и взывали к Богу, не просто выражая, как им тяжело и плохо, но они просили послать освободителя. В 6 главе 10 стихе книги Откровения написано, что души убитых за слово Божье говорят, «Доколе, владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Они не спрашивают почему, за что, но спрашивали «доколе». Неправильно спрашивать Бога почему. Правильный вопрос, как долго еще это будет продолжаться. Помните об этом. Слово «почему» нет на небесах. Итак, в 24 стихе говорится, что Бог услышал стинание их и он вспомнил завет свой с Авраамом и Исааком и Иаковым и увидел Бог сынов Израилевых и призрел их Бог. Книга Исход, 3 глава с 1 стиха. Моисей пас овец у Иофора, тести своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Он свернулся своего пути и пошел посмотреть на куст, который пылает огнем, но не сгорает. Он не проигнорировал это необычное явление, он увидел это явление на расстоянии и решительным образом двигался к горящему кусту. Бог ищет таких людей, которые готовы свернуть со своего привычного маршрута и посмотреть, а разведать что-то необычайное. Даниил, как вы помните, исследовал книгу пророчеств, изучал ее и вычислил, что пришло время. Бог ищет заинтересованных людей. Книга Исход, третья глава с четвертого стиха. В те времена это было типичным представлением, что если ты окажешься с Богом лицом к лицу, то ты умрешь. В Библии это прослеживается в нескольких местах. Книга Исход, третья глава седьмого стиха. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Ивеев и Ивусеев. Бог сказал, что его цель это избавить свой народ. Книга Исход, третья глава, девятый стих. И вот уже вопль сынов израилевых дошел до меня и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, Бог услышал вопль народа и идет избавить его от угнетения, но находит человека не в Египте, а в пустыне. Горящий куст не был явлен в Египте, не был явлен во дворце фараона. Бог вложил себя в человека и послал человека, чтобы вывести народ из рабства. Первая книга царств, девятая глава, пятнадцатый стих. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал, завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой и ты помашь его в правителя народу моему, Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня. Обратите внимание, что Бог посылает человека. Народ Божий взывает к Богу и Бог посылает человека, который их освободит. Принцип тот же самый, как и в Исходе. Божий народ взывает и Бог посылает освободителя. Взывание к Богу не капризы, нытье или плач, но когда излагаете перед Богом свое дело и напоминаете ему о том, что он обещал. Итак, запомните, что воззвать к Богу значит напомнить ему о пророческих обетованиях, чтобы он привел их в исполнение. Когда люди взывают к Богу посреди невзгод, то Бог отвечает им тем, что посылает кого-то. Вспомните о Корнилии, римском сотнике, о котором повествуется в книге Деяний. Он молился, и Бог послал ему ангела. Ангел же сказал Корнилию, что ему нужно найти Петра, который остановился в таком-то доме, и что он скажет ему весть о спасении. Почему ангел не сказал ему «Бог послал меня к тебе, он вспомнил о твоих молитвах, и тебе нужно делать следующие вещи, чтобы спастись». Ангелам не было вверено служение благовестия. Это служение было дано людям. Ангелу нужно было направить человека к человеку, чтобы тот направил его на путь спасения. Но заметьте важный момент, что ангел явился Корнилию в то время, когда он молился Богу. Евангелие от Луки, 6 глава, 38 стих. «Давайте и дастся вам. Мирую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваша, ибо какое меру меряйте, такой же и отмерится вам». Кто будет давать вам, когда вы будете давать? Бог? Нет, люди. Бог не сыплет деньги с небес, но дает их людям, которые дадут вам, потому что вы давали. Книга Неемии, 9 глава, с 1 стиха. «В 24 день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретящих и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлении отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему». Итак, полдня израильский народ молился, читал слово, поклонялся, исповедовался. Стоит прочитать всю 9 главу целиком. Книга Неемии, 9 глава, 7 стих. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраам». Здесь израильтяне напоминают Богу о том, что он сделал. И читаем с конца 8 стиха. Книга Неемии, 9 глава, 8 стих. «И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен, ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря». Итак, Бог услышал вопль и избавил их, разделив воды Черного моря. Он напоминает Богу о его милости, который благословлял их, несмотря на то, что они его часто подводили. Они говорят о том, какой великий Бог, а они хвалят сами себя. Сегодня мы не видим больших чудес, потому что очень часто приходим к Богу со своими заслугами. «Боже, посмотри, какую большую десятину я даю, посмотри, сколько я сделал добрых дел». Но Бога не удивишь этим. Он говорит, что ваша праведность как запачканная одежда. Но Израиль действовал не так. Они напоминали Богу, сколько раз они не слушались Его, а Он все равно избавлял их. Вновь и вновь Бог выручает их из беды. На протяжении всей девятой главы народ хвалится, но не самим собой, а Богом, который, несмотря на их упрямство, непослушание, ропот, идолопоклонство, помогает им и опять, и опять. Книга не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый. И ныне Божий наш, Божий великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость. Несмотря на то, какими плохими мы были, ты всегда был и остаешься благ, велик и милостив. Книга Нееме, 9 глава, 32 стих. Они говорят Богу, что проблема, в которой они находятся, большая и серьезная для них. Псалом 33, 8 стих. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 33, 16-18 стихи. Очи Господни обращены на праведников и уши Его к воплю их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Псалом 105, 44 стих. Но Он призрел на скорбь их, когда слышал вопль их. Послушайте, пророчества не происходят автоматически. Вы должны напомнить Богу. В 18 главе Евангелия от Луки мы читаем о вдове, которая докучала судье, неотступно прося о своем деле. Суть притчи в том, что мы не должны прекращать наших молитв, потому что мы не видим мгновенного ответа. Есть разница между тем, как израильтяне взывали к Богу в Ветхом Завете, и тем, как мы, христиане, должны взывать к Нему. Мы находимся в другом положении по сравнению с ними. Мы находимся в полной и окончательной победе. Мы должны напомнить Богу о Его обещаниях и пророческих словах, чтобы привести нас в эту победу. Мы новое творение, воссозданное по Его образу и подобию, и находимся на земле вместо Него. Мы провозглашаем Его волю, мудрость и постановление. Мы ходим по этой земле, как ходил Иисус. Мы говорим так, как говорил Он, повелеваем, как повелевал Он. Мы должны ожидать, что Его Отец поможет нам, так же, как этого ожидал Иисус. Почему? Потому что мы с Ним одно. Итак, как осуществить пророческое обетование на деле? Первое. Действовать с верой. Вы должны верить, что Бог проговорил пророческое слово именно вам. Я говорю о том слове, которое соответствует Писанию, а вовсе не о каких-то странных вещах. Великая вера нужна для того, чтобы взять общее обетование и применить его к конкретной нужде. Если вы пророчествуете сами себе, то вы должны верить, что это и есть воля Божья для вашей жизни. Мы помним, молитва на языках плюс истолкование равно пророчество. Вы должны поверить, что вы принимаете все, что нужно для вашей жизни в тот момент, когда изрекается пророчество и что все это произойдет. Итак, вы должны верить и принимать, поступать согласно Евангелие от Марка 11 главе 22-24 стихи. Вы должны говорить, что слово, сказанное в вашу жизнь, реальность в настоящем времени. Что же делать, если пророческое слово не исполняется? Иногда такое бывает. Не нужно исполнять это пророчество по плоти, как это сделал Авраам, родил Измаила. Нужно встретиться с тем, кто дал вам это пророчество. Нет, это был не человек, это был Бог, который проговорил через человека. Так что вам нужно идти к Богу и напомнить ему о том, что он сказал. Так поступал Даниил, Иезекииль и Иеремия. Они напомнили Богу о его пророчествах. Лучше всего, если пророчество записано. Тогда вы читаете его Богу. Помните, что израильтяне сначала читали слово, потом исповедовались, затем поклонялись. Вам нужно поступать подобным образом. Говорите, Боже, ты сказал вот это, я поверил, что это так, благодарю тебя, что ты исполнишь это, а затем вам нужно повелеть этому произойти. Обо мне было сказано много пророчеств прекрасными мужьями Божьими. Одно из них, которое было достаточно детальным, было сказано епископом Биллом Хамоном. В это время жена моего сына была беременна, и ей сказали, что будет мальчик. Мой сын Джон хотел назвать его Джисайя. Епископ Хэмон ничего об этом не знал, но на конференции, где мы были, меня подозвали к нему, и он пророчествовал мне 10 минут. Он сказал, что Бог дает мне новое поколение Джисайя. Это было ключевым словом для меня. Еще он говорил, что мне нужно призвать помощников для служения. Какое-то время это пророчество находилось в спящем состоянии, но когда я понял, что нужно что-то делать с этим, то я стал звать к Богу, напоминая об этом пророчестве. Далее я повелел пророчеству сбыться. Я говорил, работники, придите ко мне с севера, с запада, с юга, и с востока. И в течение месяца стали приезжать волонтеры с разных городов. Некоторые семьи поселились в нашем городе, готовые присниться к нашему служению. И я вижу, как многие вещи относительно земли, зданий и так далее, о которых было сказано в том пророчестве, начали исполняться. Но для этого мне приходится много делать самому, а не сидеть сложа руки. Я двигаюсь согласно видению на наше служение, и оно растет. Итак, если пророчества, которые вам до сих пор не исполнились, значит, вы не делали этих вещей. Вы не взывали к Богу, не напоминали ему об этом пророчестве, не исповедовались, не поклонялись Богу, благодаря его, что все это уже дано вам, не повелевали пророчеством сбыться. Вернитесь к тем пророчествам, которые были даны вам. Если они в аудиозаписях, то напишите их на бумагу, повесьте их в своем доме, как плакаты. Если вы скажете, что это не очень-то хорошее украшение для дома, то живите с вашими красивыми украшениями, но без исполняющейся воли Божьей для вашей жизни. Божья воля вот что имеет значение, а не ваш декор. Повесьте слово Божье на стену, читайте его каждый день, встаньте прямо перед ним, прогласите его миру и Богу, повелите ему исполниться и благодарите Бога за исполнение этого пророчества. Если вы поверили Богу о том, что сказано о ваших финансах, то начните поступать так, как будто это уже совершилось. Начните давать и благословлять людей. Бог увидит, что ваш разум не зациклен на деньгах, что ваши деньги это его деньги, и он даст вам меру полную и утрясенную. Это простые принципы веры, и в пророчествах. В области исцеления поверьте, что Бог сказал, что ранами Иисуса вы исцелились. Начните благодарить его за это. Благословляйте других людей, возлагая на них руки. Благодарим вас за прослушивание этого урока. Если вы хотите получить информацию о том, как присоединиться к нашему движению, информацию обучения в онлайн-институте или локально о вас в городе, информацию о других материалах служения JGLM, если вы хотите отправить нам молитвенную просьбу, а также если вы хотите сделать финансовый вклад в наше служение, переходите на наш сайт www.jglm.ru www.jglm.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok